Добрый вечер. Это суть недели. После небольшого перерыва, вызванного техническими проблемами, мы снова в эфире. И сегодня, откровенно говоря, устав от проблем, связанных с пандемией, мы переходим к проблемам нашей ежедневной, повседневной, текущей жизни. Мы поговорим, во-первых, с депутатом Государственной Думы Раилем Камильевичем Хуснулиным и поговорим на тему о поправках в Конституцию, голосование по которым прошло на минувшие недели. Но под углом тех проблем, которые в первую очередь волновали жители нашей республики. И вторым сюжетом в нашей программе будет разговор с заместителем председателя комитета по тарифам Республики Татарстан о том, что изменится в нашей повседневной жизни, вернее в нашем кошельке, в связи с изменением тарифов с 1 июля. Добрый вечер, Равиль Камильевич. Добрый вечер. Равиль Камильевич. Ну, вчера прошло голосование, вот это вот. Я хотел бы вас вот о чем спросить. Смотрите, у нас республика национальная. Татарстан – республика, которая, с одной стороны, вроде, ну как бы не вроде, а на самом деле впереди планеты всей. У нас осуществляются все пилотные проекты. Мы, даже вот и Путин сказал в последнем разговоре с Минихановым о том, что он отмечает очень позитивный вклад Республики Татарстан в развитие экономики и социальных всех проблем решения. Но один момент, который у нас был чрезвычайно остро воспринят общественностью в республике, это вопрос об изучении татарского языка в школах. И должно ли оно осуществляться принудительно для всех или только по желанию и так далее. В новом, основном законе нашей страны этот вопрос тоже каким-то образом прописан. Вот, если можно, расскажите нам, пожалуйста, что там изменилось? Ну, наверное, есть смысл сначала нашим зрителям напомнить о том, что в Республике Татарстан по нашей конституции два государственных языка. Русский и татарский. И, соответственно, татарский язык имеет полные полномочия как статус государственного языка, все эти права и обладающие из этого обязанности. Откровенно говоря, многих немного напрягало вот этот вот самый первый пункт статьи о том, что государственным языком Российской Федерации является русский язык как язык государства, образующего народа. То, что было раньше в редакции. Но есть поправка, и после запятой написано, входящий в многоциональный союз равноправных народов Российской Федерации. Я считаю, что вот эта поправочка, которая в этом первом пункте дописана, она много ставит на свои места и никак не дает поводу нашим национально ориентированным коллегам говорить о том, что есть некое притеснение родных языков, государственных языков России и других регионов. Во втором пункте этой статьи написано, что республики вправе устанавливать свои государственные языки и в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государствующие республики, они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. То есть, понимаете, если исходить из этого тезиса и следующий пункт, который говорит, что Российская Федерация гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, то вот почва из-под ног людей, которые пытались говорить о том, что будет ущемление, она в принципе выбивается, поскольку по общеобразовательным стандартам, по статусу государственного языка той или другой республики никакого ущемления быть не может. Мы же с вами прекрасно понимаем, что проблема у нас была не из-за того, что там кому-то не давали изучать, а из-за того, что, ну, может быть, в силу таких лучших побуждений сохранить язык было желание как-то больше придать возможности для его изучения. Немножко больше было часов в ущербному всем русскому языку, и все эти коллизии исправлены, и на сегодняшний день мы общаемся с коллегами из разных регионов, в том числе, вот я сказал, что в Дагестане там 13-14 языков, но они не являются государственными, потому что язык междунационального общения русский. Да, там очень сложно. Я о другом-то хотел спросить. Вот если от этого юридического крючкотворства немножко отойти в сторону и на нашу грешную землю встать обеими ногами твердо, что ждет завтра, условно говоря, моего сына, которого я отправил учиться в обычную среднюю школу, а он не татарин, к его огромному несчастью, и что его все-таки заставит учить татарский язык или по желанию? Ну ведь у нас уже этот вопрос был снят, что родители пишут заявление, и по их желанию дети либо изучают, либо не изучают. И здесь сейчас даже не нужно об этом говорить, потому что когда нас привели в соответствии с федеральным... То есть это остается в силе все? Это остается, здесь даже это не оговаривается, конечно, конечно. И я считаю, ко мне много было обращений, в том числе от наших коллег, которые наставили на том, что надо, чтобы вообще ЕГЭ сдавался на татарском языке и еще что-то. Я говорю, скажите, а зачем вы должны всех ставить в одно, как говорится, стойло? А если ребенок, хорошо, если он пойдет, допустим, учиться на филологический факультет, значит, на отделение татарского языка и литературы Казахского университета. А если он захочет поступать в физтех Московского института или Московский университет, а у него будет низкий балл из-за того, что он, может быть, не очень хорошо в филологии подкован, и у него будет тройка по татарскому языку. Нельзя создавать условия, когда дети будут чем-то ущемлены априори. Поэтому у нас в республике решение о том, что изучение татарского языка по желанию родителей, оно остается. Тут, конечно, есть другой тонкий момент, понимаете? Когда родители, может быть, желая освободить детей от дополнительной учебной нагрузки, отказываются от изучения татарского языка, чтобы улучшить показатели аттестата, есть такой момент. И здесь есть опасения, что не изучая свой родной язык, даже татары могут каким-то образом терять часть своей культуры. Поэтому я считаю, что здесь должна быть такая большая воспитательно-образовательная программа, потому что, согласитесь, нет языка, нет культуры. И даже тот пункт, который вот сейчас в новой редакции Конституции есть, о том, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием национального народа, культура поддерживается, охраняется государством, он хороший пункт. Но если получится так, что такой пласт культуры, как язык, будет исчезать, то и поддерживать-то нечего будет. Ну, с моей точки зрения, в нормальной семье, будь она татарская, немецкая, украинская, еврейская, любая, если родители хотят поддержать национальную культуру, национальный язык, то там этот язык звучит в семье. И ребенок не может выйти в большую жизнь, не изучив свой родной язык. Так что тут, конечно, все от родителей зависит, на самом деле. Я с вами совершенно согласен. И вот этот аспект воспитательный в семье, он, конечно, должен оставаться во главе угла. И я почему об этом говорю? Потому что, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, в общении с учителями, с директорами школ, когда у родителей такая позиция, вот вы школа, вы занимаетесь воспитанием. Ну, это неправильно, конечно. В том числе, значит, и там воспитанием и обучением языку родному. Это неправильно. Разные могут быть причины, большая загруженность на работе, еще что-то, еще что-то. Но в любом случае мне, как человеку, имеющему педагогическое образование, значит, совершенно претит этот подход, когда воспитанием должна заниматься школа, а не семья. Только семья. Все вместе должны заниматься, на самом деле. Но, конечно, я с вами согласен. Основы закладываются в семье. Если в семье говорят на родном языке, значит, ребенок будет говорить. А если нет, значит, они отказались от родного языка, и тут уже никакая школа не поможет. С другой стороны, вы знаете, может быть, немножко отклоняясь от темы, внесенный законопроект, значит, относительно организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. И это очень хорошо, потому что у нас последние, наверное, лет 10-20 школа ушла от вопроса воспитания, занималась только преподавательской деятельностью. Нагрузка преподавателя росла, она была связана в том числе и с тем, что преподаватель набирали побольше часов для того, чтобы повысить заработную плату. И как-то воспитательная функция школы отошла на второй план. Вот сейчас эта концепция возрождается. Я считаю, это очень важно, потому что, ну, вспоминая наши молодые годы, мы-то в основном, значит, многие вещи получали в школе. Патриотическое воспитание, которое в семье не всегда давали, там, какое-то, значит, экологическое воспитание, нравственное воспитание на примере тех или иных, там, героев, литературных и так далее, и так далее. И вот то, что возвращается концепция воспитательной работы, которая обязательно введет в состав образовательных программ, на мой взгляд, это очень важно. Здесь и язык, здесь и культура, здесь и все-все-все, что связано с подготовкой нашей молодежи. Ну, у меня своя точка зрения на этот вопрос, не будем сегодня здесь открывать дискуссию по этому вопросу. Ну, на самом деле, конечно, воспитание вещь такая, воспитывать детей бесполезно, надо все им показывать на своем примере. Если отец пьет водку, не работает и ругается матом, то вырастет точно такой же ребенок. А если отец приличный человек, работает, содержит семью, посвящает время жене и детям, то и дети такие же вырастут. Так что тут, чего уж. Ну, я с вами согласен. Когда папа с сигаретой в руках дает сыну под затыльник и говорит, не кури. Ну, да, да, это не работает. Это не работает. Тут вопрос, что даже хороший, не курящий, не пьющий папа может не иметь, ну, просто элементарного уровня соответствующей подготовки, квалификации, компетенции, образования, в конце концов, для того, чтобы, ну, направить ребенка, там, в нужное русло. Например, у ребенка склонность, там, к литературе, а его хотят заставить, там, быть, значит, водителем машины. Ничего дурного в этом нет. Но, когда родители не всегда могут дать ребенку то, что он от них ждет, здесь, конечно, школа должна подхватить ребенка в хорошем смысле, дать им то, чего им не достает. Раэль Камильевич, скажите, пожалуйста, вот, основываясь на вашем опыте работы с избирателями сейчас, сегодня, да, количество запросов, жалоб, каких-то писем в ваш адрес или звонков, связанных с изучением татарского языка, увеличилось, уменьшилось, вообще сократилось до нуля. Что происходит в этой области? Вы знаете, было несколько обращений в свое время, да, когда вот начались вот эти все перипетии, не только у нас, но и в Башкирии. В последнее время ни одного обращения, ни одного звонка, ни одной жалобы нет. Я думаю, это связано как раз с тем, что родителям дали право выбора, что они прекрасно понимают, значит, возможность своего ребенка, и что они могут и хотят дать своему ребенку. Поэтому по языку обращений нет. Другое дело, что запускать эту ситуацию и пускать на самотек нельзя, поэтому мы с коллегами зарегистрировались, создали ассоциацию преподавателей родных и государственных языков. К сожалению, вот из-за этой пандемии у нас немножко планы поменялись. Мы должны были уже провести всероссийский съезд ассоциации учителей. Это российская организация федеральная? Это общероссийская организация, да, и мы должны были проводить общероссийский съезд учителей. Значит, у нас уже все регионы, 85 регионов дали представителей, как минимум на уровне, я там заявляюсь председателем наблюдательного совета, как минимум на уровне заместителей министра образования и ведущих учителей. Я думаю, что мы эту работу продолжим как раз для того, чтобы языковые проблемы обсуждались в профессиональном сообществе среди людей, которые знают, с чем они сталкиваются, какую помощь надо оказать. Мы планируем создать и радиостудию в этом отношении, и с перспективой, может быть, и телеканал хотя бы в Ютубе, для того, чтобы можно было для желающих давать уроки языка, кому это необходимо. У нас есть очень редкие языки, которые в школе не преподаются. Я же сказал, допустим, языки с официальным статусом. Ну, например, вепский язык, долганский язык, мансийский, ивенкийский, юкагирский. Есть люди, которые хотят, чтобы их дети знали родной язык, а возможности получить какие-то знания в этом отношении нет, и вот мы должны эту нишу заполнить. Я считаю, что это хорошее благородное дело, мы постараемся заняться в ближайшее время с тем, чтобы вот те запросы на изучение языка и сохранение культуры языка, они были реализованы. Наше время, к сожалению, закончилось, поэтому спасибо вам за участие в нашей программе и, надеюсь, до скорых встреч. Спасибо. Отдохните немного от проблем, связанных с изучением языков, и при переходе к проблемам, связанных с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, посмотрите рекламу. Добрый вечер. Давно не виделись, и, как мы с вами предварительно до эфира говорили, видимо, с 1 июля какие-то сюрпризы нас всех ждут по вашей линии. Если возможно, перечислите, где и как будут выглядеть изменения тарифов в нашей жизни. На самом деле, все тарифы, как и в прошлый раз я говорил, устанавливаются в ноябре-декабре предыдущего года, и тогда же публикуются. И те, кому интересно, могут на нашем сайте, на официальном портале раскрытия информации Минюста, правительства, это все найти. Вот с 1 июля что-то изменяется или нет? Да, конечно. У нас с 1 июля плановое, планомерное изменение просто платы граждан, в основном на уровне инфляции. К примеру, электроэнергия была в первом полугодии 3 рубля 78 копеек, во втором полугодии с 1 июля она будет 3 рубля 93 копейки. А с учетом понижающих коэффициентов, это для тех, у кого электроплиты и сельских жителей, в первом полугодии было 2 рубля 64 копейки, во втором 2 рубля 75 копеек. Рост 4%. Аналогично у нас происходит, ну, по большинству коммунальных услуг, например, в городе Казани тепловая энергия от ТАТ Энерго, если в первом полугодии была 41 рубль 49 копеек за гигакалорию, будет 1809 рублей 70 копеек за гигакалорию. Рост 3,9%. И аналогично по другим отраслям, например, опять-таки Казань, вода, рост 4% также, будет со второго полугодия 20 рублей 3 копейки за кубический метр. Водоотведение будет 18 рублей 72 копейки за кубический метр, рост 3,7%. Ну, примерно так же и по всем остальным городам, предельный индекс по Татарстану 4%, предельный индекс роста платы граждан, его нигде мы не превышаем. Соответственно, ту задачу, которую ставило правительство России перед нами, мы выполнили. Юрий Леонидович, надо так понимать, что это у нас на год теперь эти тарифы, до 1 июля следующего года? Не совсем так. Смотрите, у нас тарифы устанавливаются с 1 января по 31 декабря. Но есть жесткое правило, что в первом полугодии тарифы не должны превышать те, которые установлены были на второе полугодие предыдущего года. Есть случаи, когда либо из-за изменения объемов, либо из-за того, что меняется структура потребления, либо меняются некоторые характеристики организации, мы даже и снижаем тарифы с 1 января. Юрий Леонидович, а что с газом? Тарифы на газ природный не имеют четкой привязки к дате 1 июля. Они меняются для населения одновременно с изменением фаза оптовой цены газа для населения. Когда Федеральная антимонопольная служба принимает решение об изменении оптовой цены на газ для населения, одновременно с этим регуляторы субъектов изменяют, поскольку изменилась одна из составных частей тарифов для населения. Тариф для населения по субъекту. Если это будет с 1 августа, то с 1 августа. Если не будет, то проживем и так далее. Но у вас нет пока никакой информации по поводу изменения тарифов на газ, да? На сегодняшний день ФАС России не назначила дату, когда это будет. На официальном сайте... Я вам задаю этот вопрос, потому что экономисты считают, что в связи с падением цен на внешних рынках Газпром будет пытаться возместить свои доходы за счет внутреннего потребления. Тем более, что президент Путин дал указание конкретное провести газификацию, до конца довести газификацию нашей страны, а то мы на экспорты торгуем, а внутри у нас еще не везде далеко газификация прошла. Вот поэтому все напряженно ожидают повышения тарифов на газ. Ну вот пока, слава богу, нет, но, как вы говорите, это может измениться в любой момент. Вы знаете, еще в апреле руководитель Федеральной антимонопольной службы Артемьев выступил с инициативой в связи с такой ситуацией с ковидом и прочее в газ для населения не менять. На сегодня этот вопрос рассматривается и окончательного решения нет. Поэтому пока здесь я назвать дату не могу. Ну понятно. Юрий Ильич, а вот что с остальными тарифами? У нас же масса всяких тарифов жилищно-коммунальных, включая вывоз ТБО и так далее. Они тоже как-то поменялись 1 июля или они пока остались на месте? Большинство, да, поменялись, ну, например, на вывоз мусора на 4%. Если было 439 рублей 3 копейки за кубический метр, то будет 456 рублей 62 копейки за кубический метр. Для оператора по ЖКХ, это вот Казанская зона, было также 439 рублей 0,3 копейки, будет 456 рублей 60 копеек. Примерно те же самые проценты. Понятно. А еще какие тарифы могут измениться? Или это исчерпывающий перечень? Нет, это, ну, практически все коммунальные. Я говорю, вот только газ у нас уникальный. Все остальные меняются с 1 июля. Юрий Леонидович, как выглядит тарифная политика Республики Татарстан по сравнению с соседями, ну, хотя бы по федеральному округу? Где-то в серединке. И по воде, и по газу, и по теплу мы, если разбить на три сектора самые низкие тарифы, самые высокие, то мы в серединке. То есть нельзя сказать, что мы как-то своих жителей, ну, как сказать, ущемляем или наоборот? Ну да, ну да. Ну дай бог так, если по серединке еще ничего. Потому что, ну, это, конечно, не ваши компетенции, но я знаю, что очень много жалоб на коммунальщиков, допустим, от тех предприятий, которые не работали в период карантинный. А тем не менее им насчитали и за вывоз мусора, и за то, и за сё. То есть там операторы не дремлют, свою выгоду видят и пытаются ее получить, несмотря ни на что. Проблема, она достаточно сложная, поскольку у рекоператоров есть обязанности и по инвестициям, и организовать новую схему работы, и организовать новые полигоны. Поэтому они сейчас между двух огней, с одной стороны, им надо и получить средства за проведенную работу, с другой стороны, выдержать те обязательства, которые они брали на себя при назначении трекоператором в регионе. Юрий Ильинич, спасибо вам большое. Немножко вы ответили, успокоили немножко наших зрителей, потому что очень много запросов к нам поступает, и звонки, и письма, граждане волнуются. И так положение не очень, чтобы хорошее, а тут еще и ожидаются повышения какие-то. Сейчас, по крайней мере, все ясно, и люди понимают, к чему готовятся, и в щадящем режиме будет осуществлено повышение тарифов на основные виды услуг. Спасибо вам. Это все на сегодня. Удачи нам всем. И до следующей субботы.